долгожданная посылка гибридный инвертор с алиэкспресс 10 киловаттный который я показывал вам что заказал и заказал еще к нему большой аккумулятор литиевый аккумулятор еще в дороге там история отдельная быстро он не приходит насколько этот быстро пришел ну в течение где-то полтора месяца заказ сделал долго продавец не отправлял не знаю из-за чего может быть ажиотаж был какой-то заправил где-то через наверно 9 10 дней он потом половина пути по китаю ну то есть до украины закрытым металлом вот то что я его просил угу но он нелегкий во первых вот что с ним приходит в комплекте или он снял их разобрал или это какие-то запасные коннекторы я точно не знаю я еще в этом деле не разбираюсь я только учусь поэтому пишите в комментариях все что вы думаете об этом и подсказывайте в этом видео чисто распаковка чисто посмотреть что пришло и как установка и все остальное будет в других видео а это вайфай модуль заказала есть возможность вайфай заказать модулем подключается вайфай модули можно со смартфона будет управлять настройки менять приложение можно без если без вайфай модуля то будет дешевле в последующем если захочешь ты сможешь до заказать его и он тебе придет отдельно если не хочешь сразу платить блин капец какой-то чем я думал что он не такой тяжелый так все смотрим смотрим целостность вот именно те та сторона где коннекторы подсолнечную панель у людей приходят выломанные здесь вроде бы как вроде бы как все целое посмотрю далее ну приличный он я что-то думал что он и не не такой большой и но все-таки это же серьезный инвертор гибридный 48 вольт 10 и 2 киловатта мне самое главное чтобы он пришел целый так здесь нету ничего без всяких нарезок снимаю чтобы вы тоже видели какая-то краска уже облучилась все-таки ударенной это не критично но не хотелось бы конечно неприятно ударенной корпус и здесь получается согнуто крепление и краска облучилась видите но это съем на это можно подрихтовать снять все рихтуется в общем то так осматриваем дальше здесь также немного ударена также согнута но это доставка это их бросают кидают фильтра здесь видите установлены бросают их кидают короче посыпались какие-то заклепы где-то что-то и здесь ударена все-таки смотрите с этой стороны тоже ударена и согнута прямо ну капец какой-то корпус пол погнутой тут потянуло ну тут просто решетка идет просто идет решетка сейчас я сниму вот эту защитную крышку металлическую посмотрим что там идеальный конечно вариант был если он паковал две коробки не одну одна вот это пускай бы была еще одна вот видите у кого приходит без вот этой вот защиты то эти коннекторы вообще они просто выломаны понятно что это можно все снять и снимается вот эта крышка это все ремонтируется и устраняется вот вот эта крышка снимается от рихтовать все можно но пакуй в две коробки одну коробку и вторую потом эту пакуй дисплей целый не разбитый у людей есть что приходят с разбитыми дисплеями так в общем то никаких пока я не замечаю моментов негативных подключать проверять открутил винты крышку снимаю это все металл видите вы крашены он металл такой корпус мощные не нельзя сказать что и жести сделаны здесь клеммы вот все прописано здесь также пропуск под провода входы и здесь прописано вход выход и здесь также вот можно долезть до корпуса но корпус я вам скажу скажу что металл металл хороший попробуй еще и отрихтовать получается просто нужно будет снять эти коннекторы и рихтовать прям корпус ставить на место ну в общем то не критично но все равно неприятно это все здесь полностью все подключение выход на аккумулятор и первый пуск именно первый подключил проверил фазу 0 соли согласно пока маркировки подключил на вход на инвертор и подключаю через ваттметр посмотрим если он будет работать какую он на холостом ходу потребляет что что какое есть потребление него так сразу шуруют кулеры выдувают они сюда до дисплей засветился работает поработали остановились кулеры жаловались и люди что они постоянно при включенном инверторе будь то нагрузки он или на холостом ходу постоянно работают ну вот есть какие-то моменты что они выключаются и сейчас вот он после этого всего наверное загрузился сейчас на холостом ходу стоит 18 и 2 вата 18 7 вот его потребление при запуске когда кулеры работали то там больше было потребление сейчас вот такое дисплей под пленкой потом сниму когда уже буду устанавливать показания есть сеть сколько в сети напряжения ну еще что то здесь нужно разбираться в дальнейшем понятно что здесь можно и в меню заходить и режимы различные ставить гибридные режимы менять на сегодня все показал вам как приходит что приходит в состоянии проверил то что возможно на сегодня аккумулятора нету поэтому ждем аккумулятор аккумулятор также тема интересная там он весит 72 килограмма литиевый придет тоже денег он стоит хороших жду ваших комментариев лайков и советов